Стелла с Орлом между Супсехом и Варваровкой очень быстро стала достопримечательностью курорта. С Семисамского хребта открывается вид на город и море. Это излюбленное место для фотосессии жителей и гостей Анапы. Именно здесь, в многолюдном месте, недобросовестные предприниматели развернули свой бизнес, открыли кафе. Хотя старательно отрицают, что это точка общепита. Хозяин уже должен прийти. Какой хозяин? Ну, этого места. Какого места? Он документ здесь оставил. Давайте, сворачивайте свои столики. Тем более, с чем вы тут торгуете? Ну, ничего не торгуете. Ну, как не торгуете? Уже неоднократные жалобы поступают от жителей. Как от жителей, так и от гостей курорта. С поводу того, что вы реализуете тут продукцию какую-то. Я не продаю. Ну, как не продаете? Какой-то билет. Что тут за документы, Борис? Это сельхозное значение. Земля, на которой предоставляют услуги общественного питания, находится в частной собственности. Уголка потребителя в кафе нет. И график работы тоже сомнительный. Во время нашего визита кафе не работало. А сотрудники устроили сиесту в палатке. Это днем. Во время вечерней проверки к сотрудникам управления муниципального контроля все-таки приехал хозяин участка. Вот сегодня здесь проводим кафе. Я использую это для своих личных нужд. Мой личный конкрет. Мой личный конкрет. Мой личный конкрет. Я не имею права на свои земли. Я здесь не продаю, не произвожу ничего. Кроме... Почему? Вот реклама стоит. Какая реклама? Еду готовят в полной антисанитарии. Вода не подведена, канализации нет. Нет и санузла, чтобы хотя бы вымыть руки до и после еды. Электрические провода подведены, только законность такого подключения и оплата электроэнергии вызывает вопросы. Готовят сотрудники кафе на плитке с газовым баллоном. Но как он подключен, неизвестно. Безопасность сомнительная. Можно вообще отравиться и летальный исход может быть и тому подобное. Так что много различных ситуаций. Ну, конечно же, отравлением. Ну и самому неприятным. А насчет сервиса, что бы вы сказали про такой подход? Сервиса? Ну, сервиса там никакого не будет, естественно. В управлении муниципального контроля поступило сообщение о том, что возле памятника начала Павказского хребта производятся какие-то работы. Управлением незаметрибительно выехали на место и обнаружили, что здесь, в земельном участке, который предназначен для ведения сельского хозяйства, установлены некапитальные конструкции из металлопрофиля, имеющие признаки кафе или коммерческого назначения. Специалисты составили протокол об административном правонарушении. Хозяина участка и его гостей предупредили. Как только в кафе будут оказывать услуги общепита, кафе закроют. Тогда и штрафы будут выражаться в других суммах. А пока землевладелец заверил комиссию. В ближайшее время намерен переоформить целевое назначение участка. Но не уточнил, как именно он собирается это сделать.